Деревянные наличники на окнах, цвет домов даже. Все это восстановили за последние 10 лет. Изначально итальянцы строили Кремль вот таким. Знаковое место для каждого москвича. Конечно, выглядит все это максимально убого. Боюсь представить, что здесь в выходные дни. Сделали бренд на калачах, так бы и спер себе этот указатель. Через шкаф мы перемещаемся в другую реальность. Всем привет! С вами Александр Усольцев. И сегодня мы начинаем на канале «Прогулки по Москве» новую рубрику. Она называется «Глазами москвича». Меня часто задают вопросы, куда поехать из Москвы, где провести время, выходные. И вот ответом на этот вопрос я постараюсь сделать ежемесячно ролики с другими городами, куда можно поехать из Москвы. Сегодня мы находимся в Коломне. Доехали сюда на машине. Вот кто знает по прошлым роликам Toyota Hilux, которая ездила с елкой по Москве. Вот прекрасный ролик был по ночной Москве. Будем гулять по Коломне, смотреть, что здесь интересного. Смотреть на Кремль и на прочие интересные особенности городской среды этого города. Здесь же, сразу говорю, в Коломну в будние дни лучше ехать, конечно, на экспрессе. Но проблема экспресса в том, что он уходит недостаточно поздно из Коломны. То есть надо уже после обеда собираться и уезжать. А на машине пробки, соответственно, либо надо ехать как-то очень рано в выходные, либо как-то подгадывать время, чтобы было без пробок. Кроме того, машину здесь можно оставить прямо непосредственно на территории Кремля. Вот здесь большая, обширная парковка. Почему для первого выпуска я выбрал Коломну? Дело в том, что Коломна один из, в принципе, прекраснейших городов Подмосковья, который сейчас явно есть амбиции превратить, ну, как минимум, во второй Суздаль. А то и в первый. И, надо сказать, многие вещи здесь хорошо получаются, потому что здесь восстанавливают городскую среду. Коломне в этом смысле повезло, потому что есть вот старая Коломна, где вот мы сейчас находимся, рядом с Кремлем, на его территории, вокруг. А есть советская Коломна. Как бы в нее так резко переезжаешь и оказываешься будто в другом городе. То есть эта вся среда, она не перемешивалась. И за счет этого можно вот видеть вот то, какой, например, даже была Москва. Это все на окраинах города, там, в Замоскворечи, еще даже 150 лет назад. В Коломну можно приезжать как на один день, так и, в принципе, на сутки, на все выходные, сняв здесь где-нибудь гостиницу, потому что, ну, развлечений здесь найдется. Здесь и музеев таких достаточно, ну, они многие такие немножко наивные и на любителя. Но в целом даже таких интересных вещей, как типа мастер-классы по изготовлению калачей, пастила, этим всем можно весь день заниматься спокойно. Но самое главное, то, что здесь можно именно ощутить дух старого города, что, на самом деле, очень дорогого стоит. В очень редких городах России в целом такое сохранилось. Да еще и восстанавливается в таком очень неплохом виде. Надо понимать, что очень многих вот этих деталей не было еще даже 10 лет назад в Коломне. И в старом городе резьбу, деревянные наличники на окнах, цвет домов даже. Все это восстановили за последние 10 лет и очень активно продолжают восстанавливать. Ну, и вот так вот ходишь, ходишь по старой Коломне и выходишь чуть-чуть за пределы Кремля, и тут вот такое. Ну, это, конечно, вообще невероятная боль. Сколько раз приезжал в Коломну, а я здесь не первый раз. Вот спортивный комплекс. Жители Коломны, конечно, очень горды, что здесь у них проходят различные соревнования очень высокого уровня и вообще очень крутой спортивный комплекс. Но как можно было его построить просто рядом с историческим местом? Ну, нельзя было хотя бы на 100 метров подальше его построить. Или там в новом городе, в советском. Потому что вот мы видим вот этот вот удивительно уродливый из 90-х годов спортивный комплекс. Ну, а здесь Кремлевская стена. И это все рядом с этим старым городом. Боль и разочарование немножко. Вот так некогда выглядел Коломенский Кремль. Ну, дело в том, что он удивительно начал разрушаться даже не потому, что старый стал, а потому что его сами местные жители долгое время, вплоть там еще в 19 веке, разбирали на кирпич. Хозяйственные были жители. Чуть весь Кремль уничтожили. Что приятно, здесь вокруг стены представлены различные старые рисунки. И можно видеть, что Кремль, он не был вот таким вот шикарным, как он даже сейчас. Сейчас он, можно сказать, реконструирован и реставрирован то, что от него осталось. Потому что стена не вся, не полностью окружает эту территорию. А вот все было вот такое руинированное и разбиралось потихоньку ушлыми горожанами. Здесь я еще вынужден буду пояснить, что я все-таки не специалист по Коломне. Поэтому, если какие-то ошибки будут, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Я все-таки по Москве могу, как эксперт, говорить. А здесь я буду говорить больше, ну, по впечатленческой части. То есть, как я, живущий человек в Москве, изучающий историю России в общем, и Москвы в частности, вижу этот город и его туристический потенциал. Маринкина башня и стена Кремля. Вот уже ради этого стоит сюда приехать и прикоснуться к этим старым камням, конечно, которые во многом восстановлены. И почему сюда стоит ехать? Потому что всем, кто был в Московском Кремле, да и просто любит Москву, потому что вот этот Кремль, он дает нам полное впечатление о том, как выглядел Московский Кремль изначально, когда его строили итальянцы. Сюда просто нужно толпами привозить детей из Москвы и показывать. Вот смотрите, Московский Кремль, мы к нему привыкли, что он выглядит просто вот такими зубцами, голая стена. А на самом деле эти зубцы должны быть вот с такой крышей деревянной. Башни изначально были круглые, просто круглые, квадратные и просто закрыты вот такими шатрами, тоже деревянными. Вот эти шпили, это все появилось почти на век позже, даже чуть больше, чем век позже. А изначально итальянцы строили Кремль вот таким, какой он есть в Коломне. Вот так вот выглядел Кремль при Иване Грозном, например, в Москве. Зачем стоит ехать в Коломну? Так это, конечно, за Белым Съегом отдельно. По легенде, в этой Маринкиной башне была заточена марином нишек во время смутного времени. И вот они, неприступные итальянские стены. И ров остался, который могли наполнять водой, ну и в принципе он отдельное такое усиление и отдельное оборонительное сооружение. Самое главное, что все это выглядит, на самом деле, совершенно по-итальянски. Если вы приедете, например, куда-нибудь в Верону, вы поразитесь, насколько это все похоже и насколько это родственные крепости. Вот, все то же самое, как в московском Кремле. Белокаменные основания, зубцы в виде ласточки на хвоста, но накрытые деревянной крышей. Чего в Москве нет. То есть в Москве Кремль, хоть мы к нему и привыкли, он выглядит не так, как он должен был выглядеть исторически. А вот в Коломне все с исторической достоверностью сделано. Коломна вообще немногим младше Москвы, тоже 12 век, там буквально пару-тройку десятков лет их разделяют. Но надо понимать, что это первое упоминание в летписи. И Москва, и Коломна фактически гораздо более старые города, нежели принято официально считать. Мы снова зашли на территорию Кремля. И это, конечно, прозвучит очень странно в моих устах, как у московского патриота. Но в Коломне все-таки Кремль гораздо более исторически правильный, нежели в Москве. Потому что в Москве все-таки это результат мощнейших перестроек поздних веков. И с 17-го, и в 18-м, и в 19-м нам добавление. А здесь все вот сначала заброшено было и разбиралось на кирпич. Видите, стена прерывается здесь. А потом, ну, к счастью, это все остановили. Восстановили где-то, вот видно, советский кирпич. Но в целом очень все выглядит интересно. Очень рекомендую съездить. Вот, единственное, что здесь очень сильно портят вид уже советские некоторые наслоения, которые, ну, к сожалению, не убрать пока. Это вот провода, вот в Москве все провода в исторических районах убрали под землю. А здесь еще такое азиатчина, переплетение. И вот эти бетонные столбы, которые, конечно, здесь смотрятся не очень. И ни одного нормального кадра с главными отреставрированными достоверным мячами не сделаешь. Что и хорошо, и плохо, если приезжаешь в будний день в Коломну. Я уже не первый раз, это именно в будний день. То, что здесь все работает на большие группы. На такие турпутевки автобусами завозят народ. Поэтому, с одной стороны, в выходные здесь будут просто толпы. Ну, особенно в первой половине дня. А с другой стороны, если ты приезжаешь в будний день, ты можешь походить вообще, вот как сейчас здесь ходим, мало народу. Но при этом, вот как сейчас у нас получилось, что, например, музей патефонов просто не работает. Ну, пластинки из пастилы. Ну, потому что отдельные люди сюда не приезжают. Один из совершенно непонятных моментов, почему на территорию Кремля, в принципе, пускают автомобили. То есть, есть, в принципе, парковка, куда можно заехать. А здесь вот сделать бы пешеходные зоны нормальные, а не вот это вот все. Ну, и местным жителям выдать какие-нибудь резидентные разрешения или сделать пропуска на подвоз к магазинам. Потому что это будний день. Здесь все запарковано в тупике улицы. Боюсь представить, что здесь в выходные дни. Ну, либо, конечно, универсальный способ борьбы с этим всем. Это платные парковки, которые бы эту проблему решили. Особенно с ограничением, там, полчаса и не более. И вот еще одна беда многих российских городов, то, что даже вот восстановить-то могут деревянные наличники, все эти элементы, покрасить дом красиво. Но зачем здесь стеклопакеты? Ну, почему? Почему нельзя поставить нормальные окна? Вот все, весь дом просто, весь его антураж он уходит. Да, тут, конечно, пытались как-то компенсировать, сделать белые типа речек, но все равно, конечно, выглядит все это максимально убого. Вот посмотрите, насколько здесь все смотрится лучше. Чуть-чуть подкрасить, и вообще будет красота-красота. В целом, среда в Коломенском Кремле, она такая очень аутентичная. И тут вдруг местами встречается что-то в стиле коломенского барако. Особенно иногда веселит, как некоторые церкви обустраивают свой быт. Вот смотрите, чтобы звонарю было не холодно ходить, на храм явно 19 века взяли и сделали вот такую галерейку из пластика прозрачную. Ну, ребят, ну серьезно. Вот прям характерная коломна. Здесь сохранились проездные Пятницкие ворота. С другой стороны здесь застройка, более поздняя. А вот Пятницкие ворота еще остатки от Кремля. Даже видны места, где примыкала стена. Здесь же как раз можно и калачей купить. Вот где надо поучиться. Двери новодельные, абсолютно новодельные. Но сделано, посмотрите, как здорово. И ручки медные, и сами двери деревянные с растекловочкой. В общем, красота. А здесь более того, вот сейчас под снегом не видно, но здесь восстановили старый булыжник. Вот летом я как раз был. Стоит поучиться другим городам, как это нужно делать. Вот именно на примере коломны. Напротив ворот как раз сделали такую калачную лавку. Тоже очистили ее. Она еще даже 10 лет назад выглядела гораздо хуже. И вот как раз молодцы в Коломне сделали бренд на калачах. Хотя калачи делают не только в Коломне объективно. Здесь проходят и экскурсии, и мастер-классы. Да и просто можно калачей купить. И здесь же замечательно выглядит велодорожка. На велодорожку можно сваливать снег. Коломенский калач устроен хитроумно. Его может любой мастеровой, где угодно, в мастерской взять грязными руками и есть. Тут ручечка есть. Можно съесть калач. А ручечку выкинуть. Вот так вот. А мы пойдем к Москве-реке. Здесь же в Коломне, как и в Москве. Москва-река. Ох, так бы и спер себе этот указатель. Но я человек цивилизованный и законопослушный. Мост здесь, кстати, такой наплавной. То есть, и он еще и разводной летом. Это забавно все выглядит, потому что он так не просто разводится, а он так отплывает в сторону. Боржа проходит, и он обратно закрывается. Красота, земляные берега, как раньше было на окраинах Москвы, с такой застройкой, торчащими храмами где-то там и деревянными строениями. Это, вот сейчас это странно будет звучать, но это тот самый дух старой Москвы, еще там 18-го, начало 19-го века. Даже середина 19-го века, которую можно ощутить здесь, в Коломне. Вот за старой Москвой надо сюда ехать. А вот где-то там, что еще более знаково для нас, Москва-река впадает в Аку. И опять такие стилизованные под старину лавки, музеи. И, в общем-то, тут можно очень долго ходить за сувенирами. Что интересно, в Коломне, вокруг Кремля и внутри него сохранились, кстати, старые таблички уличные, еще на металле сделанные. Очень на многих домах и часто в очень хорошем виде. И, в принципе, такой вот город с таким полудеревенским укладом вокруг Кремля. То, что он сохранился уже в целом, это уже какое-то чудо. Наверное, одна из самых живописных улиц Коломны. Улица Гражданская с трамваями, узкая такая, со старой застройкой. В общем, очень прекрасная. На Гражданской долгое время был какой-то грязный рынок. Теперь здесь все расчистили и вот трамвайчики ходят. Практически такой, ну не Зальцбург, конечно, но что-то такое уже ближе к европейской истории. И здесь же сохранилась частичная вывеска мебель, старая советская. Надеюсь, когда-нибудь восстановят. Так что приезжайте на Гражданскую. Традиционный сувенир из Коломны – это пастила, которую здесь же делают. И такая здесь есть музейная фабрика и кафе. Я уже говорил, что в Коломне просто появилось большое количество нестандартных музеев, которые делают энтузиасты. И вот одно из мест, уже ради которого стоит ехать в этот город – это арт-коммуналка. Белый! Субтитры сделал DimaTorzok И внезапно здесь через шкаф мы перемещаемся в другую реальность Еще одно место Коломны, в котором можно провести не один час Потому что здесь и просто и воссозданные интерьеры, и накат краской на стенах И даже духи можно понюхать характерные 60-х годов Обязательно рекомендую к посещению Уже ради одного этого музея стоит сюда приезжать И вот здесь такой черный телефон То есть до 70-х годов, пока не появились цветные Все телефоны были примерно плюс-минус такими Единственное, они еще были с буквами Ради чего сюда стоит продираться по небольшому бездорожью на машине Это стрелка двух рек То есть здесь у нас с одной стороны АК и заканчивается река Москва Вот, посмотрите, река Москва заканчивается именно здесь Вот так Дальше АК и дальше уже к Волге В общем, вот знаковое место для каждого москвича Так что здесь я и предлагаю закончить Любите путешествовать по России и не только Всегда ищите что-то новое Любите Москву Пишите обязательно в комментариях, в какой город поехать в следующем месяце Обязательно поеду Обязательно сниму об этом ролик Ну и, конечно, спасибо нашему другу на все эти новогодние праздники И зимние две недели Что бы мы делали, как бы мы сюда доехали без Тойоты Ставьте лайк, подписывайтесь на канал С вами был Александр Усольцев